Всех приветствую! Возвращаюсь со чередного выезда Выезд был не веселый Но об этом, собственно, чуть позже Для тех, кому интересно Кто не хочет не у меня в садке рыбу увидеть А прежде всего у себя, конечно Ну а начну с темы ролика Грубейшая, на мой взгляд, ошибка Призабрось прежде всего, конечно, начинающий Дело в том, что был я в Братеево И поехал я туда не Абы Как, да, в это место А увидев, что там один паренек Где-то в середине июня Там, в общем-то, Личиков Несколько штучек поймал Так вот, этот паренек Это вот, парни, это мой клиент Вот, ей-богу Вначале я ему написал Вот то, что сейчас я вам буду рассказывать Потом, когда увидел, что он под жабры Берет рыбу Не выдержал, написал все, что я о нем думаю То есть, все через жопу, парни Вот где-то наблатыкался там в интернетах Темп Перезаброс раз в 3 минуты При ловле Лища, который на паре дубинки Кормушку 80 грамм Хотя, вот сегодня я ловил кормушку 30 грамм Поводки 008 На Лища, на Боротеевского Ага Крючки, по-моему, 16 номер Из тонкой проволоки Ну, в результате Пару обрывов Сход Ну, и так далее В общем, парень Абсолютно нулевой Так вот, какая ошибка Давайте посмотрим, как парень забрасывает А потом на словах объясню, если кто-то не увидит в своем глазах Вот это вот хорошо пошло Как видите, держит парень при забросе руку не на краю ручки, как это должно быть, а посередке Так вот, в прошлом году один спортсмен начинающий, та же самая ошибка Ну, и более того, сам я когда-то делал такую же ошибку Теперь давайте посмотрим, как выглядит, ну, кто не обращал на это внимания, да, со стороны Вот, допустим, мой заброс и почувствуйте разницу Как видите, вот в моем случае, да, я не дальнобойщик Я на дальнобойщик не умею кидать Но, тем не менее Это что дает? Это дает вам рычаг при забросе То есть, у вас, ну, до определенного момента, да, работает удилище Ну, как в моем случае То есть, я кидаю на те дистанции, на какие способно кинуть, в общем-то, удилище без напряга А в данном случае, вот, когда за середину ручки вы берете, собственно говоря То вот, кидают-то ваши руки, собственно говоря, совсем вытекающие Поэтому, вот, надеюсь, поняли, что так делать, собственно говоря, не надо Перестроиться не так тяжело, как кажется Поначалу попробуйте И через, там, я не знаю, два-три десятка забросов, я думаю, что у вас все наладится Теперь по поводу, собственно говоря, выезда Почему я поехал Вернее, был я вот в том же самом месте, где, собственно говоря, вот этот вот парень-то и ловил Почему? Потому что, ну, как бы, да, неблагодарное занятие ехать, не имея никакой информации Это и мой опыт, и чужой опыт богатый Поэтому решил хотя бы хоть какую-то информацию получить, где, собственно говоря, в Братеево народ ловит помимо традиционных мест То есть, как-то сетка и цепи То есть, Братеевский каскадный парк И вот, собственно говоря, нарвался на этот ролик Посмотрел дистанцию парень 35 метров В общем-то, нормально Были мысли вчера половить То есть, я вылез и заказ сделал Потом где-то в четвертом часу стало все грустно И думаю, дай поеду Ну, мало ли Вдруг вечером будет активный клев И там пяти часов мне вполне хватит Чтобы вечером поехать домой Прошелся по берегу Тьма народу Шашлычники и прочее То есть, и шумно И место это было занято Решил отложить рыбалку на сегодня Сегодня у нас понедельник 5 июня И, собственно говоря, остаться ночевать Но времени был еще вагон Там разговаривать было не с кем Ну, шашлычниками, что ли, разговаривать в рыбалке Поэтому я решил поехать, собственно говоря В то Братеево традиционно Да, еще одна из причин Почему я решил в этом месте Потому что, ну, обещали солнечную погоду Действительно довольно жарко А если ловить там, где ловят На противоположном берегу возле этого Как в Марии, торговый центр То будешь с утра до вечера сидеть на Санцепирке А там я целый, ну, как целый день Я ловил с 10 до 2 часов Всю рыбалку я просидел в тенечке Чуртерочек задувал боковой Порой не очень сильно А порой приличный Ну, в общем, комфортный условие Субтитры сделал DimaTorzok Хоть в этом повезло Так вот, поехал я посмотреть, что творится в Братеевском парке Несмотря на то, что это было воскресенье Погожий день Ну, где-то днем-то было пасмурно А к вечеру выглянул солнце И я обнаружил, что на сетке народу мало-мало Один только пришел с платформой Но, говорит, не спортсмен Второй на платформе Я минут 15-20 смотрел Он все что-то промерялся Промерялся Так я не дождался Когда он ловить начнет Думаю, пойду посмотрю Что творится, собственно говоря На цепях Пришел там два спортсмена Люди немедийные Не титулованные Ну, где-то я одного Лицо так Заприметил Возможно, на ночной федеральной лиге Так вот, я люблю общаться с спортсменами Вот я бы остался и дальше Потому что Ваня Кутищев Грозился подъехать Стас Посланчик Но знал бы Взял бы полную пачку сигарет А сигарет было мало И, собственно говоря, сигареты закончились А машина встала в нескольких сотнях метрах Возвращаться уже не хотелось Ну, о чем говорили, собственно Ну, никаких откровений Там про наживки Насадки и прочее Спросил, как, собственно говоря Дела с рыбой Тот, что второй при мне Не поймал ничего Этот одного лещика Поймал до меня И двух Поймал при мне Причем Сидели они у Баскин-Робинса То есть, кому интересно И дистанция Двадцать пять метров Хотя обычно там Ловят в районе тридцатки Мало ли кто поет Прямо вот Баскин-Робинс И если к нему можно и смотреть То У первой скамейки он сидел Спросил А, сказал, что в этом году Леща, да и Платовой Гораздо меньше, чем было до этого Я спросил, по какой причине Говорит, ну, там Есть любители покушать эту рыбу Мешками забирать Может быть, по этой причине Может, еще что-то Вот Спросил, как на сетке Еще, говорит Хреновие дела Потом я видел ролик Но с утра Грубо говоря Между Баскин-Робинсом И где-то с сеткой Там Вроде неплохо Там мужик наловил Вот Но ролик был выложен Неделю назад А Вот этот парень сказал, что После того, как После жары Прошли дожди Много Хищника Дохлого Плавало Потом поплыл Лещ Потом Сазана Видели здорово И действительно Я обратил внимание Когда шел Ну, кто знает Вратей Вот этот Заводь, да Там лещишка Плавал Дохлый Я думал Может быть Спортсмены Фотосессии Устроили И загубили Нет Оказывается По какой-то причине Произошел замор И я снял Попытался Увеличивать Где-то вот На полторашку Плавал Прямо В том месте Где я ловил Тоже Дохлый То есть Надо иметь в виду Начал я с дистанции 32 А Вот Все Вернулся Поужинал Ну, как видите Ужин у меня аскетичный Я на рыбалку езжу Ловить рыбу А не жрать Улицы безлюдны Будто страшной сказке На руках перчатки А на лицах морских штат Ходим все равно Люди друг на друга Смотрят словно в звери Никуда не выйти Все закрыты Двины и штат Вирус все равно Эпидемия, сволочь Изоляция, скука Мы напялили мазки С мылом вымыли руки Там за нас все решили Но не ясна причина В чем же мы согрешили Что сидим в карантине Ну, а может просто Чтоб не заразиться Выпить самогона Закусить горчицы И что не запрещено Наступает лето А у нас зараза Загорать придется Всем в противогадок Кошмар Так себе загар Эпидемия, сволочь Эпидемия, сволочь Изоляция, скука Надоели нам мазки Надоело мыть руки Там за нас все решили В тишине кабинета В чем же мы согрешили Что лишили нас лета Изоляция, скука Там за нас все решили Парни, да Если в своей машине В Санате Я спал После снотворного Как убитый Потому что там сиденье Откидывается спинка Практически до конца То в этой машине Спать на переднем сиденье Невозможно Ну, сзади мне места нет С крючев ноги Я не буду спать И долго я мучился Пока не придумал Собственно говоря Как с этим делом бороться Вот давайте покажу Может быть у кого Такая же там Берлинга, да Или что-то в этом роде Такая же проблема Чтоб там Палатки не раскладывать И так далее Когда вы едете там На одну ножю руку Говоря Теперь сплю как убитый Как видите Все очень просто Встал я Часово 9 Наверное Ну Заранее поставил машину Так что мне Утром Меня балдоха не подняла И Благополучно До 9 часов проспал Пока Дошел Пока то сюда Повторюсь Ловить начал Часов в 10 Замешал Пакет Премиум лещ Фидер И Фишбейт Жареная семечка По-моему От кольки Остался С последнего выезда Начал ловить На 32 метрах Через какое-то время На 3 опарыша Клюнул Сопливый грамм На 400 Еще через какое-то время На кукурузку Клюнула Платвичка Стандартного Маринского Братейского Размера Потом Начал Добавил Кукурузной Крупы Думаю Мало ли Лещи придут Их же надо Кормить Вначале Хотел проверить Не будет ли Лещ кривать По Платвичному Принципу То есть Минимум прикормки Но Все Замолчало Ушел на 35 Никаких признаков жизни Вернулся на 32 С собой Опарыш И Кукуруза Ну как бы И Мало этот Говорил что у него В том месте На опарыша Платва клевала И лещей Он на опарыша Вытащил своих И поклевки были Тамошняя платва По теплой воде Любит кукурузу Ну и как бы Со спортсменом Разговаривал Что вот в прошлом году Что в этом году Когда Лещ Братеевский Подходит в количество На точке Ему по барабану Что там на крючке По большому счету Вот Поэтому Не стал заморачиваться Мотылем И потом Пару раз Тупо На три оборота Катушки уходил Собственно говоря Чуть по дубине Опять ближе Глушняк Потом пришло Солнце Ну и собственно говоря Решил собраться И уехать Пока пробки Не начались Так вот Какие нюансы Ловил я Как и обещал Матчем Уделищем Майфайн Ну по уму Конечно лучше взять 4.20 В принципе парни Проблем никаких То есть как вот Универсальный вариант Как универсальный вариант Да Если допустим Вы там хотите попробовать В матче Свои эти Силы Либо наоборот Ловите матчем Вполне себе спокойно Можно Матчем Удилищем Ловить По фидеру Повторюсь Для каких Это случаев Да Там Легкие кормушки Чтобы подальше кидать Злая бровка Либо допустим Там Сзади вас Какие то кусты Или еще что то Вот как Вариант Удилища Легкое Сейчас посмотрю Каков вес По моему 4.2 230 А 3.9 Меньше 200 грамм И Шикарным образом Встала на нее Естественно Катушка Каиды Эха 4.5 Тысяч Чтобы не было Захлестов За Первое Кольцо Самое Маленькое Загнул Как всегда Вовнутрь Это колечко И Колечки Мачевые Но тем не менее Вы знаете Попадать От них С моими Слепыми Глазами Оказалось Гораздо Удобнее Чем Собственно Вариан На Фидерном Удилище У меня Это Получается И Так как Первое Кольцо От катушки Держателя Маленькое И на довольно Маленьком Расстоянии Отогнул Собственно Говоря По 45 Град И вот Катушка Диаметр Шпули 61 Миллиметр Ну Десяток Четыре Может пять Забросов Я сделал Вот Проблем Никаких Ну И как Нет никаких Проблем С этой Катушкой Вот Снимал Показывал Парни За свои Деньги Шикарная Катушка Мотает Метр Десять За оборот Вот Что для Мачо Что для Легкого Фидера Шикарная Собственно Говоря Катушка Парни Не надо Платить Больше Поверьте Ну И Последняя Вот Такой Кормушкой Грамм 30 Весит Ловил И Вот Это Легко Кузнецов Не подогнал И Вот Я Обратил Внимание Несмотря На То Что Вот Этот Отвод Лесочный И Вот До Этого Такие Катушки Вымывались Вымотывались Хренов И Сплывали Вот Эта Катушка Собственно Говоря Сплывает Хорошо Да Еще Только Повесил Поводок Подошел Мужик Спросил Про ручку Подсадчика Что за ручка Где купить И так далее Ну Немножко Пообщались Он был С женой И Пожелал Удачи Вот Хотите Верите Хотите Нет Парни У меня Это работает Вот Что Вот это Что Рыба Взять На рыбалку Вот Работает 100% Я Говорю Ну Кто Желает Удачи Ну Не хвоста Не чешу Я говорю Да уже поздно Вот Как в оправдании Парня Сглазил Мужик Ну Как бы Да Какие объяснения Либо Лещ В том месте Клюет Утром Платвы Мало Мало Либо У леща Голова болела Ну Либо Я ловить Не умею Черт Потом Подошел Еще один Мужичок Что-то Разговорились Начал ему Втирать Про особенности Питания Карповых Рыб Минут через 15 Мне заявляют Я говорю Ты хтеолог Я говорю Иди-то твою мать Ты раньше не мог Совать что-то их Телок Что тебе Разбыш Их стены Втираем Вот И он Подсказал Одно местечко Неподалеку Вот Говорит Раньше мужик Ловил на этом месте Сосед что-ли А сейчас Говорит Ходит туда То есть На этом месте Где я ловил Говорит Он на 5 с половиной Леща вытащил Ну парень За что купил За то продает Вот Ну там Говорит Лещик Помельче Но его там Побольше И Плотва Ну обычно Мариинского Размера Причем народ Ловит На удочку Вот Я так подозреваю Что на маху Так что Вот Возможно В следующие выходные Возьму В ту сторону Заказ Повожу Жалом Похожу Когда там народ будет Посмотрю Свежую обстановку Там и так далее Может быть Смотаюсь Попробую часть Туда Потому что Ну телегу Я особо не брал От машины Ити там Довольно Приличное расстояние И как бы Желаний не было Ну и повторюсь Довольно жарковато Парни Я доказать Никому ничего не собираюсь Сидеть Либо Яйца морозить В холод Либо На санцепеке Чтобы кому-то Что-то доказать У меня желаний Нет абсолютно Никакого Повторюсь Моя задача Прежде всего Как видеоблогер Чтобы В ваших садах Была рыба А не в моем Полищу У меня там Ловов Каких-то Запоминающихся Не было Были рыбалки С массой поклевок Но Реализация была Никакая А по плотве Парни Я всем все доказал И не один раз Если Рыба есть Если она Крупная Если ее много То Поймать ее В большом счете Труда Не доставляет Но прежде всего Конечно Если вы умеете Решать проблемы Прежде всего С реализацией Если касается Теплой воды А что еще Касаемо матча Может быть И не так Прав Старик Середа Да Возможно Там По аквелой Рыбе По холодной воде По некрупной Возможно Мачевкой Будет Действительно Лучше показывать Поплевки Чем собственно говоря Фидер Хотя Если взять Сопливую вершинку То и с фидером Может быть Все то же самое Ладно Пришли какие-то Пацаны тут Лазить местные Надеюсь Парни В очередной раз Кому-то было полезно Интересно Всем пока